Накануне мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и глава Нарьянмара Олег Белак подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С подробностями Любовь Пермякова. Соглашение подписано. В зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика мэры двух городов Великого Новгорода и Нарьянмара подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения двух столиц сразу в нескольких областях – образовательной, туристической и экономической. В этот же день участники делегаций Новгородской области встретились с горожанами, где в дружеской обстановке рассказали о привлекательности новгородчины и возможностях получения здесь образования. У вас сегодня средний возраст жителей – 35 лет. Мы бы хотели ваших коллег, ваших детей привлечь к нам, обучить, показать наши красоты. Может быть, кто-то останется и в регионе в нашем жить и дальше продолжать строить свою семью, расти детей. Тихий и спокойный город, где каждый камень дышит историей, по словам Вероники Минина, идеальное место для воспитания детей. В городе строят современные детские сады и школы. Правительство Новгородской области уделяет большое внимание и дополнительному образованию. В Великом Новгороде даже есть место, где растят будущих гениев – это детский технопарк «Кванториум». Здесь обучение проводится под таким направлением, как «Хайтек», «АйТи Квантум», «Энерджи Квантум», «Гео Квантум» и «Робо Квантум». Если говорить проще, эта образовательная площадка нацелена на подготовку будущих высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Новгородская область Новгород узнали даже дети, а князей жители Вечевой Республики звали и прогоняли, когда хотели. В Великом Новгороде вы в полной мере ощутите связь времен и исконную атмосферу русской земли. Великий Новгород – город-музей Древней Руси. Уникальное место из точки зрения архитектуры. Только здесь сохранилось огромное количество памятников 11-16 веков. Древние церкви и монастыри, мощные оборонительные башни новгородской крепости, деревянные дома возрастом в 400 лет. Все это великолепие ждет туристов, решивших посетить этот замечательный город. Он занимает второе место по количеству памятников ЮНЕСКО после Рима. Если рассматривать Новгородскую область с точки зрения федеральной программы переселения жителей Крайнего Севера в климатические благоприятные регионы страны, то Новгородщина – одно из таких мест. Это программа переселения жителей и благоприятные регионы. В принципе, ваш регион относится к таковым. И здесь нужна доброволия самих граждан. Это хорошо, что вы презентовать будете. Эта информация дойдет до жителей. Они должны увидеть все прелести. Но здесь, наверное, с точки зрения медицины, конечно, лучше переезжать в такие регионы, которые сильно не отличаются от районов Крайнего Севера. Чтобы не резкие скачки были. Потому что иногда и в южные регионы просто запрещают переселяться врачей. Ну, по крайней мере, противопоказания существуют. Мы готовы информацию, которая у вас есть, проспекты, прочих, представлять, чтобы граждане, принимая решение, увидели ваши предложения. Для информации и удобства потенциальных переселенцев правительство Новгорода и их партнеры разработали специальный информационный портал «Переезжай в Великий Новгород». И хочу вам сказать, что у нас очень хорошие перспективы. Мы находимся рядом с Санкт-Петербургом. В этом году строители обещали запустить окончательно трассу М-11. И от нашего города до северной столицы Санкт-Петербурга на автомобиле можно будет добраться за полтора часа. Мэр Великого Новгорода отметил, что духовная столица России славится и своими средними и высшими учебными заведениями. Есть здесь и Государственный университет имени Ярослава Мудрого. После подписания соглашения о сотрудничестве между правительствами двух регионов и их столиц, делегация Новгородской области оценила масштабность строящейся школы в районе улицы авиаторов. На сегодняшний день строительство находится в завершающей стадии. Практически все помещения готовы под чистовую отделку. Идет подготовка к работам по обустройству внутреннего двора здания и автокласса.